приветствую на канале а смотри play мы продолжаем играть в коллапс и так часть 3 замок марка нам надо какие-то ключи собрать до легенда кота прошла что ключи на собрать чтобы закрыть дыру я как понимаю дыру которую из которой то ли москве вылазит я рода на 5 ходил периметру смерти очень жуткое место автоматические турели постоянно в движении то тут ну там слышны очереди уничтожающие все живое горы горы всякой мертвой нечисти там такие огромные стальные ковши если трупа становится слишком много включается механизм и всю эту дрянь отодвигают от стен он стоит ужасно короче в очередной раз я разочаровался пробраться за стену не удастся уж больно там все надежно обустроено но на обратном пути встретил я обоз представляешь несколько броневиков и сотни две вооруженных до зубов солдат не хотелось не вставать у них на пути винул я через вишенские склады на восток вот там-то и познакомился с еленой она рассказала что обоз этот непростой а приехал он по твою душу рода кстати здание откуда я вытащил тебя полуживого после взрыва я нашел некоторые записи железного лорда возьми возможно это поможет тебе кое-что вспомнить в любом случае железному лорду ты был как сын и эти записи принадлежат тебе ну что ж подъехали к замку уча по воде добирались что неплохо неплохо первый так что не понимаю ну-ка дырявые должен выжить дырявый начал господи преодолеть 1 периметр охрана к замок марка мертвая вода нужно быть предельно осторожно чтобы не угодить господнюю жижу понятно я не тебя случайно порезал ты или чё давай все вот так вот себя чем можно взять патроны взяли ладно идем далее все я же тебе помог чё ты пойдем пойдем давай раз ты глючишь давай 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 еще один красавчик готов еще один красавчик готов блин вот так но мы здесь имеем а так они как-то сами да приплыли где пульт управления непонятно да не доработка правильная игра то каких годов постановится сама хрен там пока патроны есть сама не осталось вот так еще один красавчик готов еще один красавчик готов еще один красавчик готов ладно пойдем ладно пойдем так так тихо на стопа тихо перезарядимся если я не ошибаюсь сюда кто-то что только что зашел блин блин сюда никто нет нет давай 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 ой все мне интересно кровавое место такое за вас столько жизни потерял на суперспорт мертвая зона держать это пипец уже удар удар паузы и 53 удара ну-ка давай сюда зайдем то у нас здесь все 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 я его завалил так так и на еще один красавчик готов не близки як а учтем не забудем не забуду буду буду давай и А как меня мимо проскочили? Или ждать, когда мне кто-то поможет, а кто-то поможет? Непонятно. И они засыпают. И они засыпают. Ладно. Непонятно, конечно. Сложно и непонятно. Но будем разбираться. Так-то же я проходил это дело? И что делать? Так, если я упаду, я утону, интересно знать. Давайте попробуем. Может там проплыть можно? Хотя в воде, вряд ли, думаю. Нет, я даже не падаю туда. У меня есть дела поважнее. Падла, поважнее у тебя дела есть. Все, Родан. Дальше ты сам. Спокойней-ка. Спокойней-ка. Так. Давай. Давай. Все. Дальше ты сам. У тебя есть дела поважнее. Падла, ты вонючая. Иди ты нахрен. Ты мне не друг. Козлина ты вот. Вот ты кто. Козел. Козел. На. Хоп. Вот так. Что мы здесь имеем? Что мы тут имеем? Вау, вот она. Ой, моя жизнь увеличилась, конечно, но, блин. Так. Так. у вас там чего-нибудь есть на корабле нету вы смотрите жизнь увеличил интересно доска да с каких можно увеличивать раз видимо все жизнями порядке на чуть-чуть но пора согласитесь приятно приятно так далее что у нас там Хочешь сдохнуть быстро? Мы это устроим! Объезжаем! А теперь слушай это! Более, я его сам да завалил получается Ладно Значит надо обвалить успеть до того как он туда попадет Ну давай Давай Все Где? На Кто еще кто-то там? Блин вы пачками дохните и что-то вам ничего не мешает На 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 Эй! На 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 всех смерти хватит Получи Блин Вот так И эту тоже взять да кто там да бьешь вас бьешь да кто где не угомониться все завалило молодец хоть что-то сделал почему вы решили что мне с вами не справиться то об этом объявил все-таки эти крылья на голове у вас бесподобным гулять идиотически уже не супергерои за хр вау я тут тихо я не могу его за спину оставить так теперь подожди именно для этих целей вот здесь она и стоит так час минутку на вот и все но поле меня кто там еще там эй кто-то еще бьет на вот так 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 кто где Блин С кем ты тогда успел схватиться? Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо! Тихо, Рэмбо! Да где он? Вниз ушел! Так, у меня неплохо покоцали, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо! На! На! Подожди ты! Еще один красавчик! Как? У вас тоже, да, какая-то суперка, что ли, есть? Так, минутку. Мне надо посмотреть, остались ли здесь жизни какие-нибудь, которые я могу использовать, воспользоваться. И ни хрена не осталось. Пипец! Ладно. Этот лишь бы не вдох, а сначала, блин, заботился о нем, посмотрите, он никак не подыхает нахрен. Неподыхаемый. Так, ладно, хоть какая-то маленькая толика жизни этой мне перепала. Пошли, козлина! Пошли, козлина! Иди сюда! Упадем! Сюда идем! Кто там? Опа! Вау! Это то, что мне надо. Блин, блинский. Так, так, так. Что тут еще есть? Все? Жизни. Ну-то потом. Так. Мне сначала надо пушки завалить. Так. Спокойно. Так. Спокойно. Сейчас, минутку. Жди. Да давай, слезь. Вот сюда. Опа! Вот так. Пойдем, пойдем. Внутри ящика ничего нет, ничего нет. этого. Так. Мне нравится, да, когда с ракетницей-то вот. Хоп-хоп и вынес петушар. Давай. Бумк. У кто-то остался еще. Да? Пойдем. Там какая-то опять эта штука висит. Опция чертеж или кто она там. Сейчас мы тебя возьмем. Интересно, что такое? Так, я маленько не понял. Ладно, сейчас, минуску. Как оно так произошло, конечно. Интересно, девки пляшут. Давай. Давай. Так, ты что, по мне что ли стрельнул? Откинул эту штуку. От кого ты? От меня защищаешься? А, нет. Ну что, допрыгался. Да я уж сам ха-то устроил ему. Нашелся тут нужен такольчик. Ну, видимо, он, я, кстати, его убил. Может быть, глюкнуло где-то что-то. А может, я вот такую дыру провалился. Так что... Так, новые данные в меню информации. Ну-ка, чё? Новые данные в меню информации. Так, найти путь. Так. Горяв должен выжить. Так, идёт информация. Вырезки из газет. Записи. Это невероятно. Читать надо. Диалоги, звонки. Позвонить. Что за место заброшенная лаборатория? Я только что выбрался из каких-то заброшенных лабораторий. Это что за место? Ещё до объявления карантина там проводились основные исследования, возглавляемые профессором Диновским. В этом комплексе занимались разработкой так называемых ключей на основе найденных после вспышки сгустков терроэнергии. Терроэнергия? Да. Её остатки теперь можно встретить разбросанными по всей свалке. Так. Ну-ка, поподробнее, пожалуйста. Нам нужны подробности. То, что ты рассказывала о терроэнергии, это как-то связано с аномальными возможностями? Если ты имеешь в виду воздействие терроэнергии на живые организмы, то связано. Мгновенное расширение и сужение аномалий, впоследствии названное вспышкой, привело к невероятным метаморфозам с различного рода материи. Взаимодействие чужой энергии и нашего мира послужило образованию таких сгустков. Мы называем их терроэнергией. Хотя самой терроэнергии в них ничтожно малое количество. В чистом виде она встречается лишь у самой дыры. Со временем эти сгустки научились использовать люди, приобретая на короткое время уникальные для человеческого организма способности. Различного рода энергии присвоили свои имена. Вакуум создаёт сильное гравитационное поле вокруг. Фантом позволяет создавать двойника. Разлом – очень сильный направленный удар. А искажение времени позволяет перемещаться в другом пространстве. Каждая из этих возможностей может отличаться своими свойствами и силой воздействия. На свалке они встречаются в очень нестабильной концентрации. Одно точно известно. На человеческий организм энергия воздействует разрушительно. Понятно так. Давай, только быстро. А энергоудары? Как они связаны с аномальными возможностями? Или это одно и то же? Не совсем. Хотя созданы они были как раз на основе сгустков. Эти предметы способны аккумулировать терроэнергию, используя таким образом её возможности практически неограниченное количество раз. Кроме того, они значительно уменьшают губительное воздействие энергии на человеческий организм. Хорошо, хорошо. Этого мне пока достаточно. Всегда рада помочь. Так. И у нас такое что? Ну так-то много чего надо задать. Ладно. Последний, давайте. Ладно. Ладно. На связи? Я столько слышал о мире за периметром смерти. Это правда, что там всё иначе? Правда. И поверь мне, тот мир намного лучше. Лучше? Чем же он лучше? Даже не знаю, как тебе объяснить. Там есть порядок. Никто не сможет безнаказанно вонзить клинок тебе в спину, если ты принадлежишь к другому клану. Люди давно научились жить сообща, придумав определённые законы. Чем-то на сингулярию похоже. Короче говоря, там нет никакой свободы. Там тюрьма. Ты называешь лучшим место, в котором все заключённые какой-то очень странный добродетели. Прав был, Марк. Ты всё неправильно понимаешь. Люди за стеной свободны. Там нет жестоких тварей, которые подстерегают тебя на каждом шагу. Там всегда в достатке пищи и много чистой воды. Ладно, ладно. За периметром действительно нет чудовищ. Откуда же им взяться? Хотя, для того, чтобы в это поверить родом, тебе нужно побывать там самому. Так. На дыре мы потом спросим её об её дыре. Ха-ха-ха. Вот вам шутка юмора лаха. Так. Ну так вот, пойди, если в воду не влазить, то... Так. Ну, вопросы в разделе позвонить. Ну, давай. Информация. Расскажи мне о дыре. На связи. Расскажи мне о дыре. Что ж, в общих чертах попытаюсь. Аномалия возникла в 2013 году. Вещество, из которого состоит дыра, имеет удивительную особенность. Эта субстанция каким-то образом воздействует на электромагнитные свойства ядер-молекул, что полностью разрушает молекулярную решётку любой материи. Поэтому долгое время исследования не давали никаких результатов. Учёные попросту не могли взять образец для изучения. Сейчас мы можем сказать, что дыра – это сгусток особого рода энергии, имеющий свои гравитационные и другие физические особенности. Понимаешь меня? С трудом. Так, понятно. Что ты знаешь о первой агрессии? Блин, я так все звонки сейчас позвоню. Слушаю тебя. Откуда же взялись эти твари? Что ты знаешь о первой агрессии? Существуют две версии появления чудовищ. Последователи первой утверждали, что вследствие вспышки аномалия непредсказуемо повлияла на организмы, после чего попавшие под воздействие и формы жизни мутировали, принимая самые невероятные образы. Но подобная концепция продержалась недолго. Уж больно много оказалось монстров. К тому же размеры некоторых просто потрясали. Последние исследования доказывают, что чудовища появились именно из дыры. Это совершенно чужая форма жизни, Родан. Плохо приспособленная к земным условиям, но очень агрессивная. Хаус Лайфт, да? Такая же. Физиологические особенности существ хорошо изучены, но их миссия нам пока не вполне понятна. Все дело в том, что монстры сами погибают, удаляясь от аномалий на некоторое расстояние. И их поведение создается впечатление, что к нашему миру они настроены отнюдь не агрессивно, а лишь защищают дыру. Ага, защищают. Как же. Хотелось бы верить. В любом случае, Родан, будь осторожен. Так. Давайте вон. У меня там. На. Так. Не буду с тобой вдохаться тут. Ты идешь за мной хоть? Вася. Дырявый, блин. Господи. Как будто бы, блин, с матюром уркоганом, какая-то дырявая, чтобы я мог его пользу. Как будто бы, блин, с матюром уркоганом, какая-то дырявая, чтобы я мог его пользу. Теперьцу 이러estens погибайте сюда. Ура! Пострюли на ты! Солчат. красавчик готов вот так давать имена и тому подобное все убил пойдем у меня тут еще осталось немного чтоб хотя бы первых кто высунется наша за хрена так минутку на мимо ради чего мы здесь вау неплохо секретная область подождите подождите а мне туда надо будет все равно эти да взять войда это дробовик но смотрите не зря сходили так посюда не могу только по внутренней внутри корабля могу передвигаться здесь ничего страшного так пока зачем не тут ракетница для кого она предназначена так все виджет спешит на помощь поднимуте поставок все пойдем пойдем так 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 блин вон башни надо будет разбить так вот тут только откуда стрелять то по ним придется ладно сейчас посмотрим папа так на 1 секретная зона секретная зона секретная зона считаешь что папа папа нет никак так еще один красавчик готов вот так так здесь понятненько ну чё ты отойди вы уходишь тут за мной так хрен знает что ты видишь я вон для того берегу ракетница что так можно было что ли стой у меня вот здесь вот еще ракетница оставалась патрону столько же все понятно минутку это за мной не прыгну прыгнул дебил и мать что за я шурта у меня на хвосте я то надо хоть проверяю а ты то что прыгал а идиотинушка так отсюда еще можно было стрелять так ну пойдем раз уж ты такой баклан что нас ждет так прав так м м м м м м м м м так пока не будем брать у меня пока все есть и он хватает все в достатке ну все подожди на тихо ты еще один красавчик готов я не понимаю ваше остремление умереть еще один красавчик готов да да идиотинушка опа так предположим тоже неплохо так вот сейчас вот я схожу то возьму с этим это у меня порядок час минутку вот так все болевать и дыры бы не попасть а я как-то проходил или что ли мы не попросу не не упадем не и за рисковать я тоже не буду знать или на пустом месте были заработать себе смерть это будет глупо из-за того что я не верю я не верю нахрен тебя тебе и не верю сколько таких были погибло не верщиков так вот и все не справишься ты справляйся это зависит глюкнуть и блин ой а ну посмотрим что это за пистолет пулемет такой посмотрим посмотрим пойдешь вперед 5 там медитируешь все рода дальше ты сам я уж понял что ты мне не помощник нахуй с шарами там привык шары гонять нахуй ну-ка давайте-ка позвоним послушай елена почему был объявлен карантин информация об энергоударах тщательно скрывалась а когда прошли слухи о широкомасштабной правительственной проверки зиновский использовал вирус чтобы уничтожить свидетелей он умертвил всех ученых и обслуживающий персонал лабораторий впоследствии же ему удалось убедить общественность в том что болезнь пришла из дыры значит вирус b13 это ваша работа пойми постоянно сдерживать натиск существ появляющихся из аномалии непосильная задача даже для хорошо экипированной обученной армии человечество несло огромные потери в борьбе чужим изученным миром обладающим неизвестными технологиями вирус b13 разрабатывался для того чтобы раз навсегда закрыть вопрос агрессивности дыры и мы практически достигли желаемых результатов но b13 также уничтожающий действовал и наземные жизненные формы поэтому без надлежащих тестов и всевозможных проверок пускать его вход все еще было рано ваш благодатный мир обрек на гибель ни в чем не повинных людей где же были ваши законы когда все это происходило или порядок это всего лишь искусственное туманное облако которая сгущается если кому-нибудь нужно запылить глаза я не оправдываю правительственного решения карантине но на тот момент она была необходимым чтобы сохранить человечество идет война рода без жертв не обойтись другое дело виновский надеюсь теперь ты понимаешь насколько опасен этот человек значит и в вашем мире встречаются чудовище замечательно так почему был объявлен карантин так о железном лорде что на этот раз что ты знаешь по железном лорде когда был объявлен карантин на свалке вовсе велись боевые действия части армии южного и восточного фронтов попытались прорваться через укрепительный периметр но встретились жесточайшие сопротивления и отступили они были обречены укрепительное кольцо оборудовано автоматическими пулеметными турелями старого образца которые реагируют на движение эти установки не оснащены системой определения объекта и командиры знали об этом поэтому много невинных душ навсегда осталось у периметра тогда один полковник его фамилия не имеет значения отправил длинное звуковое сообщение которое призывало всех оставшихся в живых на пятый блок пост к объединению впоследствии на свалке он стал известен как и железный лорд так появился один из самых больших кланов на свалке состоящий в основном из военных кинует так что еще можно сказать о клавах блин я думал это последняя нет что еще ты можешь рассказать о кланах человеку очень сложно выжить в одиночку тем более в условиях свалки но я кто не слышал сообщение железного лорда объединялись свои небольшие группы заключенные которые использовались как дешевая рабочая сила ученые а также разного рода обслуживающий персонал все эти люди несмотря ни на что хотели жить и первое время каждый пытался пристать какой-нибудь группе впоследствии четыре самых больших группировки стали называть кланами а их предводителей лордами внутреннего круга что же касается между условицы царящий на свалке сейчас об этом ты наверняка знаешь больше я потому что здесь это уж некоторым не терпится прибрать все к рукам так ну давайте уж последний расскажите мне марки продолжим узнаем хоть всю историю его клан сейчас один из самых многочисленных на свалке марк всегда скептически относился к лордам и скорее всего приложил руку к их неожиданной кончине хотя это только предположение после гибели основных авторитетов многие люди примкнули к его религиозной общине марк придумал что-то вроде собственной религии во всех сложностях жизни он обвинил человеческие страхи которые якобы не предназначены для выживания вида а служит орудия манипуляции массами так или иначе но ему действительно удается избавлять людей от страхов и теперь они готовы жизнь отдать за своего предводителя считая его полубогом ходят слухи что марк самостоятельно ходил к дыре и вернулся оттуда обратно с тех пор ему приписывают самые разные паранормальные способности но может он такое есть что приписывается думали не сумею моя взял да сумел вот так вот вообще-то я думал блин это вышка взорвется спокойно да ни хрена ты ножом можно что ли посмотрим у кого ножек больше что ли получил так от кого бегут а не так и я умею вот и все уж чего чего но вы были самые простые оказались не знаю что я взорвал но пока взрывается буду взрывать чтобы то не было так это мы пока оставим оба нихрена из тебя выпало ну ты дедушка мороз так 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 а мне их обязательно убивать так то откуда бахать так минутку так то остался так так меня выкинула на хрен давайте прокрутим эти моменты продолжаю раз у меня все сорвалось заклинило заключила на подожди в этом месте она не проработана конечно тем не менее это все равно круто на кто подожди так на себя я же не было тут такое впечатление что что-то я не то делаю так куда-то мне не туда надо что ли или что блин блинский что-то я не догоняю мне продержаться надо или что так так у меня есть ракетница если что только что-то так 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 блин они все и ползут и ползут а мне-то чуть сделать что-то так были пополняет пополняйся наконец-то вот что надо было дождаться время тянуть надо было да подожди ты где у меня тут да да подождите вы так надо убегать отсюда не навязываться никому не нужную драку вот так убег съели да ох ты господи подождите не все так легко и просто как вам кажется херов там шоку как легко и просто и 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 подожди блин я не ни хрена себе сказал я себя чуть не ушатали падла мощь мощь есть блин побольше бы таких да почаще бы давай собирать блин а вот час вместо больше биться не хватало якобы ты железный лорд вижу ты любишь играть со смертью родом но всему приходит конец как-то я виделся со слепыми они рассказали мне историю о тебе они сказали что твой конец уже близок опа мимо да возможно они имели ввиду наш поединок почему на мечах слепые оракулы это выдумка а за смертью я знаком ведь я уже умирал не один раз не так ли кстати у меня мечка прикольный по отличие от него уже еще никому не удавалось уйти от своей судьбы минутку так тихо 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 а в в в а в так пeter's time you're searching me как мне жизнь пополнять или чё так не честно ерунда как это получается давайте слушаем лезь заново да да не будем тихо реально это как нахрен надо быть давай ни хрена ты это чё за нечестность такая не а а а а а и и и а и а и Аплодисменты Аплодисменты Бред какой-то нахрен Он сейчас, да, я эмоциональный Аплодисменты Давай Давай Ну понял На Что за хрень-то Спокойно Но А чё у меня, почему меня бьёт он Что-то я не понимаю Здесь, если Так, ну это кнопку жать не надо Потому что понял Ужать надо Чтобы его водолить, то нахрен Что за хрень-то Что за хрень-то Аплодисменты Что за хрень-то Ужать 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 Было Два на эту кнопку нажать на удар до хрена опять начинается тихо ты чё фава и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...